Тверская художница Людмила Юга была отмечена наградой всероссийского конкурса просвещения через книгу. Его итоги подвели накануне в столице России. На торжественной церемонии, которая прошла в главном православном соборе страны, побывал и наш коллега Роман Быков. Традиционно конкурс просвещения через книгу проводится издательским советом Русской Православной Церкви. Поэтому вполне естественно, что лауреатов награждали не просто в Москве, а здесь, в Храме Христа Спасителя. На торжественную церемонию, которая состоялась в Сергеевском зале, были приглашены известные писатели, историки, а также руководители церковных и светских издательств. Победители и призеров определяли по десяти номинациям. Художественное произведение, духовно-патриотическая книга, лучшие учебные издания и ряду других. Свои работы представили участники со всех концов России. Председатель конкурсной комиссии отметил, как непросто было сделать выбор. Нам пришлось долго сидеть и очень тяжело сидеть, выбирать. И появилась у меня мысль, может быть, будет всем первое место. Или лауреатам каждой, кто подал, каждой издательства, которая подала книги. Но ничего, мне говорят, владыка есть в положении. В номинации «Лучшая иллюстрированная книга» второе место получило издание «Повесть о Михаиле Ярославе Четверском. Житие Анны Кашинской». Все оформление этого блестящего фолианта выполнила тверичанка, народный художник России Людмила Юга, которая отмечает. Это все-таки не буквальное следование традиционной школе древнерусской миниатюры. Хотя, конечно, основные каноны соблюдены. Используется в одном листе три сюжета, четыре сюжета. Обратная перспектива, как в виконе, так и здесь используется. Используется, как в традиции русской миниатюры, главный герой всегда в одном костюме. Немножко поярче стало, может быть, немножко более правильно нарисованы руки и лица. Там более условно все было сделано. Непосредственное участие в работе над книгой принимала кандидат исторических наук Галина Гадалова. Она подчеркивает, что в этом издании она постаралась собрать всю информацию о средневековом правителе. Ведь зачастую даже в нашей области люди знают про Михаила Тверского минимальное количество фактов. Мы знаем только о том, и об этом даже историки говорят, что как он погиб, а как он жил. А что конкретно он сделал для Твери, для государства. Потому что князь Сеаруси – это старший князь Владимирский. И, кстати, на эту тему у нас с вами нет книг. Нет книг о личности Михаила. Теперь же о личности Михаила Тверского может прочитать любой посетитель библиотек областного центра. В них тоже поступили экземпляры этого издания, которое из-за ограниченного тиража вмиг стало раритетом. Более того, узнать все, что известно на данный момент о нашем князе, смогут иностранные читатели. Ведь русский текст дублируется великолепным английским переводом.